Призывная комиссия собралась накануне 1 апреля, чтобы обсудить план работы и скоординировать действия всех служб. У нас задание уже по призыву определено, 137 человек. Я считаю, что это задание реальное и оно подъемное для города Новошахтинска. Военный комиссар Алексей Васильевич Бутков подвел итоги призывной кампании 2013 года и поставил задачу на весенний призыв. Проинформировал и об изменениях в законодательстве. 1 января 2014 года вступил в силу новый закон номер 170. Согласно ему молодые люди, достигшие 27 лет и не прошедшие службу по призыву по неуважительным причинам, при обращении в отдел военного комиссариата обязаны дать письменное объяснение. У таких граждан занимаются их припятное удостоверение и ставится вопрос о зачтении их запас, то есть рассматриваются теперь на призывной комиссии. Раньше они просто приходили, писали обращение, выдавался военный билет, на этом как бы все заканчивалось. Затронули тему уклонистов. В прошлом году в городе призывалось 469 человек, из них 135 не явились в военкомат. В этом году розыском уклонистов будет заниматься специальный сотрудник военкомата. Помогать ему готовы сотрудники полиции и специалисты территориального отдела. Вы как бы основной организатор, вы должны это четко понимать. Помощь мы вам окажем, территориальные отделы, отдел полиции, все готовы оказывать помощь, но вы должны быть координатором. А Сергей Иванович Степанов, председатель Совета ветеранов погранвойск, войны в Афганистане и локальных войн, вспомнил свою отправку в армию. Когда меня призывали, я с большой гордостью шел по комсомольской путевке служить пограничные войска. Сейчас у нас в городе существуют различные молодежные организации, гвардии, все остальное. Как они участвуют в этом отделе? Бывают ли они вообще, или какую-то помощь они оказывают военкоматы, или вообще ничего? Почему и нет? Может, действительно, с молодой гвардией и в розыске где-то может поучаствовать. Давайте подумаем над этим вопросом. 1 апреля стартует весенний призыв. Комиссия к работе готова.